Воскресенье С этим фильмом есть маленький фокус. Вот все, что туда я вложил, я оттуда потом вынял. Понимаете, да, потому что я как раз для меня это был эксперимент в плане формы и в плане вообще то, что называется режиссерского кино. Потому что я старался не влиять на ситуацию. Там нет ни одного кадра, в котором я героя просил что-либо сделать. Или не было ни одной ситуации, ну в финальном монтаже я имею ввиду, где когда ситуация была мной организована, скажем так, да, и когда я, ну как часто бывает в документальном кино, да, некая организация до съемок, потом это запускается, и герой начинает, или группа героев начинает каким-то образом взаимодействовать, да, в этом пространстве. Но это уже смоделированная ситуация. Вот здесь этого ничего нет. Потому что весь тот опыт, с которым я подошел к этому фильму, он не то, что мне не пригодился, но он остался в другой реальности. Это был эксперимент для меня, для самого в первую очередь, потому что я таких фильмов не делал. То есть я стараюсь забывать про все, что ты знаешь и умеешь, и пытаться очень внимательно вглядываться в ситуацию, анализировать ее, думать о том, что я вижу. Да, это новый опыт. Я не знаю, как делать фильм. Вот, как, как, вот так, вот, я не знаю, как. Так, вот, началось все с истории про то, как они с другом пошли к девушкам. И друг Женю кинул, девушек не оказалось. Женя говорит, раз ты мне кинул, ты должен проставиться. Говорит, хорошо, я тебе выставлю лимонада, бутылку пластиковую. Ну, представьте, да. Вот, и друг, в общем, продинамил его. И потом они на два года поссорились из-за того, что Женя так и не выпил свой обещанный лимонад. Вот, и это очень сложные взаимоотношения, ну, на уровне шинели гоголевской, понимаете? То есть такое внимание к деталям. То есть когда люди озабочены совершенно, ну, масштабом пуговицы, да. То есть человек же нормальный, ну, как бы, который занят, да, у которого нет свободного времени, этим же не думает об этом, да. Когда ты снимаешь человека, тем более незнакомого, ты должен больше всего ценить первые кадры с этим человеком. За героем фильма «Вэйю Фром» я наблюдал, как за героем фильма, порядка шести лет, да. Ну, потому что фильм начал был в одиннадцатом году, а закончен в семнадцатом. Ну, это как за героем фильма. Но как за человеком я за ним наблюдаю больше сорока лет, получается. Ну, потому что это... Мы, когда поселились в этом доме, этот парень был первый, кого я встретил. Он сидел у водосточной трубы и ковырял палочкой там. Ну, в общем, так мы и познакомились. Он ходил в школу, занимался в фотокружках. Более-то он снимал фильмы в детстве и использовал какие-то эффектные трюки. Причем это было на кинопленку, понимаете? То есть, он служил в армии, он купил себе машину. Ну, то есть, он обычный человек. Просто он уникален тем, что, на мой взгляд, он до сих пор не перестал удивляться. Понимаете? Where are you from? I'm from New York. Where are you from? I'm from Germany. Этот человек, он именно уникален тем, что он мне открывал мир. Понимаете? Помимо всяких советов и замечаний по поводу того, как вообще мне себя надо вести с ним, то есть, он совершенно своим примером не напоминал о том, что мир не такой, как я его себе представляю, что он намного шире и больше и безграничней. Все наши убеждения о том, что вот это так или не так, это все можно оставить дома. Говорить о том, что он чуть-чуть ненормальный, я бы не стал. Мне кажется, просто у него нет этих ограничений таких. Он делает то, что он хочет. Вот прямо сейчас и здесь. То есть, что-то его заводит, он это делает. Что-то его интересует, он просто все бросает этим, этим начинает заниматься. Ну, я могу вот спросить. Вы много знаете людей, которые в 45 лет календарики собирают? У нас есть такие знакомые? Да ну чего вы так боитесь? Девушки, ну стойте. Мне с самого начала хотелось снять эротическую сцену с героем, потому что он всегда экспериментирует в этой области. И, в общем-то, фильм про то, как человек ищет себе партнера по жизни. И герой готов был. Но потом я остановился в тот момент, потому что, когда я увидел то, что делает сам герой, вот у него есть отношения, он познакомился с женщиной легкого поведения в Нью-Йорке, и у него оказалась целая сумка приспособлений для получения удовольствий всяческих. И когда я увидел, как он это снимает, то есть я понял, что у меня надо сматывать удочки. И то есть любой профессионализм здесь просто будет помехой. Потому что вот что в фильме есть, это вот эта непосредственность, да? Это какое-то ощущение такой лихой свободы и отсутствие любых ограничений. Вот это важно. Сразу было понятно, что монтаж будет безумным, да? Что это будет очень частая смена кадров, что никаких правил в этом нет, никаких законов. То есть то, чему учат там пять лет в институтах, это всё здесь не важно. Потому что здесь важно нечто другое. Здесь важна та энергия и непредсказуемость развития ситуации. А действительно так и есть. Потому что мы каждый день просыпаемся с разными мыслями, да? И вот это хотелось подчеркнуть, что каждый момент уникален. Принципы, которые были в начале, они потом меняются. И то же самое по отношению к герою. Изначально он выглядит как городской фрик, а потом происходит перевёртыш. То есть мы понимаем, что мир вокруг безумен. А герой, он оказывается невероятно постоянным и удивительным на этом фоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...